Мои прекрасные зрители, я приветствую вас на своем канале! Всем отличного настроения! Лето в самом разгаре и сегодня буду вдохновлять вас новой идеей и новым мастер-классом по вязаной сумке тоут крючком из пряжи Yarnart Macrame Polyester. Кстати, как вы уже догадались, вдохновляю я вас не просто сумкой, а еще и сочетанием цветов на ней, поэтому обязательно оставляйте комментарии, пришлись вам они по вкусу или нет. Мастер-класс начнется через считанные секунды и если вы вновь зашедший гость, не забудьте подписаться на канал, оставайтесь со мной каждый день, у меня действительно очень много интересных мастер-классов. Передо мной лежат 8 мотков пряжи Yarnart Macrame Polyester, из них 4 моточка молочные номер 165, 3 мотка голубые номер 133 и 1 моток розовая фуксия номер 140. Крючок я буду использовать 4,5. Итак, непосредственно сейчас мы перейдем к провязыванию сумки. Все внимание на экран. Нижняя часть сумки и донышко будут у нас молочного цвета, поэтому я начинаю мастер-класс именно с этого моточка и сейчас нам нужно будет набрать воздушную цепочку из 70 петель. У меня все готово и сейчас нам нужно эту воздушную цепочку обвязать с двух сторон полустолбиками, вот таким вот образом. Сначала мы обвязываем одну сторону, затем переходим на другую. У меня одна сторона уже получилась и далее переходим на вторую сторону без подъемов, безо всего, просто вот так вот плавно начинаем обвязывать также полустолбиками. Как вы догадались, у нас будет формироваться донышко сумки. Будем считать, что первый ряд я провязала, далее переходим ко второму и здесь мы будем формировать 4 угла, 2 с одной стороны, 2 с другой стороны и все это мы будем делать плавными переходами. Начинаю формировать угол, сейчас мы будем вязать столбиками без накидов, вот так вот у нас будет первый столбик без накида, воздушная петля и в эту же арку полустолбика я еще раз провязываю столбик без накида, далее до конца половинки ряда я буду провязывать столбиками без накида. Я нахожусь сейчас в противоположном конце от начала второго ряда и сейчас мы формируем второй угол таким же образом, как и первый. В верхнюю арку полустолбика я ввожу крючок, провязываю столбик без накида, 1 воздушная петлю, в эту же полуарку провязываю еще один столбик без накида. Следующая петля у нас идет, следующая полуарка, также ввожу крючок, провязываю столбик без накида, воздушная петля и еще раз столбик без накида, это будет третий угол. И далее по прямой я завершаю второй ряд и сформирую четвертый угол в конце. У нас остается последняя петля второго ряда и ее мы превращаем в четвертый уголок таким же образом, как и предыдущие углы. Столбик без накида в одну арку, воздушная петля и столбик без накида. Второй ряд мы закончили. Я подошла к третьему ряду и его мы уже будем провязывать основным узором. Но так как мы стоим на границе формирования угла первого, я начну провязывать сначала столбик без накида. Далее вот в эту воздушную петлю я формирую угол, столбик без накида, воздушная петля и в эту же воздушную петлю еще раз провязываю столбик без накида. Далее следует основной узор таким образом. Воздушная петля, снизу петлю пропускаем и в следующую петлю я провязываю столбик без накида. Воздушная петля, снизу также пропускаем петлю и я провязываю столбик без накида. смотрите следуя данному узору я постепенно подбираюсь ко второму углу вот он у нас получается вот эта воздушная петля куда мы будем также про провязывать столбик без накида воздушную петлю и еще раз ввязываем сюда столбик без накида второй угол сформирован далее также воздушная петля внизу пропускаем одну петлю столбик без накида 3 угол у нас получается и его также я провязываю столбик без накида воздушная петля и сюда же столбик без накида воздушная петля внизу пропускаю петлю и далее формирую основной узор воздушная петля внизу пропускаю и ввязываю столбик без накида друзья я закончила третий ряд сейчас приступаю к четвертому и здесь мы будем формировать раппорт нашего основного узора философия его такова что мы чередуем воздушную петлю со столбиком без накида но сейчас мы столбик без накида будем провязывать в косичку петли предыдущего ряда начинаем по узору воздушная петля внизу пропускаем формируем вот в эту воздушную петлю которая у нас остается для угла столбик без накида воздушная петля сюда же еще раз столбик без накида угол сформирован далее делаю воздушную петлю внизу пропускаю также петлю и отыскиваю вот эту косичку из второго ряда в нее ввязываю столбик без накида воздушная петля также вот эта косичка у нас идет и ввязываю столбик без накида как будто бы мы обвязываем предыдущий ряд такой вот эффект у нас будет узор у нас сформирован далее вы сможете провязать самостоятельно посмотрите какое идеальное донышко у меня получилось все углы на месте всего я провязала 9 рядов включая первый ряд полустолбиков и сейчас мы перейдем к провязыванию высоты данной сумки у нас сохраняется основной узор и единственное что мы исключаем это формирование углов вяжем также по спирали в круговую и 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 Друзья, я фактически провязала большую часть высоты сумки, осталось самая малость, сформировать отверстие для ручек, что произойдет в районе 10 следующих рядов, и плюс несколько рядов я провяжу для того, чтобы завершить изделие. Хочу обратить ваше внимание на полоски, которые я расположила на свое усмотрение, вы можете применить какие-то свои комбинации, исходя из собственных вкусов, и сейчас я располагаюсь в районе 65-го ряда, это приблизительное количество рядов, и начнем формировать отверстия. Их я пометила маркерами, я все уже рассчитала. Еще раз хочу напомнить, что с одной стороны у нас будут 4 отверстия, и с другой стороны 4 отверстия. Сейчас мы будем с одной стороны в данном ряду формировать 2 отверстия следующим образом. Друзья, я подобралась по узору к нашему маркеру, провязываю последний столбик без накида. Далее нам внизу нужно будет пропустить 3 петли, для этого я набираю 3 воздушные петли, внизу пропускаю 3, и уже ввожу крючок также в предыдущий ряд и провязываю столбик без накида. Далее следую по узору до следующего маркера, чтобы сформировать второе отверстие. Я провязала один ряд, формирую 4 отверстия, и сейчас я подошла к одному из первых, для того, чтобы вам показать, как его обвязать. Делается это очень просто, нам нужно следовать узору, и не более того. По узору у нас идет воздушная петля, далее столбик без накида, воздушная петля. Подобралась к цепочке, пропускаю внизу одну петлю и провязываю столбик без накида, далее воздушная петля, внизу пропускаю, в ту же цепочку ввязываю столбик без накида, воздушная петля, и столбик без накида. Обвязка у нас получилась. Да, хочу сделать небольшую ремарку. Я отметила маркерами центральные части сумки, в данном варианте это ее боковинки, и от них я отсчитала ровно 30 петель с учетом воздушных и столбиков без накида, для того, чтобы определить участок формирования отверстий для ручек. В вашем варианте это может быть чуть больше, чуть меньше, это не играет особой роли. Просто вы для наглядности потом определитесь, как ваши ручки должны будут располагаться у вас на плече. Дальше я могу только подсказать вам, что журнал, назначить комиссию для испытания автомобиля дворянина Бокова, который ходатайствует о разрешении ему пользоваться означенного автомобиля для кезды по вагам. Кто направил в управу это просто? Дальше я могу только подсказать вам, что журнал «Автомобиль» далее писал. Бедный дворянин Боков. Вероятно, ко времени разрешение ему езды по догоногу в этом уже не будет нужды, так как автомобили были лишь в пути лет. Так, кто направил в управу это просто? Смеряем от вас, как в ростове автомобилистов иногда называют автоматическую коробку передач? Друзья, ну у меня практически все готово для того, чтобы завершить данную сумку, за исключением ручек. Кстати, вот два отверстия для них, между ними ровно 9 рядов у меня получилось. И поговорю непосредственно о окантовке. Ее я сделала полустолбиками, провязала в круговую ровно два ряда. Вот таким вот образом верхнюю арку просто вводим крючок и провязываем аккуратно полустолбики. Кстати, номер крючка я взяла на единицу поменьше, для того, чтобы край получился у нас плотный. И держал немного форму. Нам остается связать жгуты для ручек. Для этого я возьму более тонкий крючок под номером 3 и попробую сейчас показать, как это можно сделать. Одна воздушная петля, далее еще одна для подъема и в первую воздушную петлю я ввязываю 7 столбиков без накида. Вот такое вот колечко у нас получилось. Затем мне нужно будет в первом столбике без накида отыскать верхнюю арку и арку еще над ним. Она менее заметна, но мы должны ее обязательно найти. Вводим крючок сразу в две вот эти арки и начинаем по спирали провязывать столбики без накида. Вот у нас арочка и далее арка. Сразу замечу, что на две ручки у меня ушел ровно один моток. Крючок, конечно же, тонкий, но жгутик формируется достаточно быстро. У меня все готово. Жгут продет в оба отверстия с одной и с другой стороны. И сейчас его нужно будет зафиксировать вот таким вот незамысловатым узлом. Вот и все. Оригинальное крепление ручек у нас готово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...